Дальний Восток – один из крупнейших регионов АТР. Однако наша юридическая реальность существенно отличается от соседской, мешая тем самым Дальнему Востоку стать конкурентноспособней на Азиатско-Тихоокеанской арене. Помогут ли в этом созданные торы, разбирались во второй день Восточного экономического форума. Серьезная потребность скорректировать практику и пересмотреть отдельные положения законодательства о внешэкономической деятельности продиктовала список участников сессии. С докладами, опросами и предложениями о работе территории опережающего развития выступили юристы крупных сообществ и компаний. Они же на конкретных примерах работы с потенциальными резидентами рассказали, чем территория опережающего развития пугают предпринимателей. Сколько таких еще будет, как я? Мы говорим, ну, двое, может быть, трое, пока будет вас. И понятно, что быть настолько на виду, не каждый бизнес в России готов. Несмотря на комфортные заявленные условия, есть вот это вот недоверие, ожидание чего-то нехорошего. Поэтому бизнес тоже не идет навстречу пока во всяком случае. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 13 территорий опережающего развития. Режим, заявленный в их рамках, создал достаточно высокую планку государственного администрирования. С одной стороны, резидентам предоставляются налоговые и таможенные льготы. С другой стороны, основная проблема, с которой сталкиваются резиденты – земельные участки. Но и здесь говорить абсолютно обо всех не приходится. В каждом отдельном случае специалисты сталкиваются с определенной ситуацией. Есть примеры положительные, как с судостроительным заводом «Звезда» в Большом Камне, когда земельный участок резиденту предоставили в течение трех недель. Решить проблему моментально может помешать и незнание резидентам, какие по размеру площади ему необходимы. Время занимает и планировка территории. Бывает так, что пока не готова планировка территории опережающего развития. Все-таки планировка показывает нам, какие мощности будут подведены к той или иной местности, какие объекты недвижимости будут там созданы. Юридический статус и возможности, созданных полтора года назад на Дальнем Востоке территории опережающего развития, сравнивали с вполне привычными для каждого человека процедурами. Так, Александр Ермоленко предложил выискивать возможности как можно быстрее оформлять инвесторов и резидентов. Эту процедуру он сравнил с получением загранпаспорта, когда за отдельные деньги процесс оформления с месяца сокращается до трех дней. С самого спикера за такую ускоренную процедуру, к примеру, взяли 18 тысяч рублей. Вместе с паспортом юрист сделал вывод. Если у государства есть возможность работать быстрее, значит необходимо, чтобы короткие сроки стали основным ориентиром для привлечения инвесторов. Инна Щедрова, Василий Косилов. Новости на Восьмом.